Обход микрорайона начали от железнодорожного вокзала. Мэр остался недоволен санитарным состоянием территории вокруг пешеходного моста. На лестнице частично отсутствует плитка, столбы обклеены объявлениями, мусор в кустах и по обочинам. А ведь еще несколько дней назад здесь работал десант волонтеров. Собрали несколько тонн мусора. Местные жители уверяют, это не их рук дело. Все гости сюда идут. И бросают мусор. Да. Они не только мусор, они и туалет открывают здесь. Собственника этой территории оштрафуют. На наведение порядка дано два месяца. В этом сквере предстоит серьезно поработать городским озеленителем. Территория вокруг мемориала павшим воинам должна выглядеть нарядно и аккуратно. Здесь пройдут основные торжества по случаю 70-летия Великой Победы. Привести в порядок нужно и дворы жилых домов. Дом, оно все равно, ну, смотрите, тут как бы все прилично. Вот этот дом, особенно солнце, когда светит, его видно вот эти все огрехи. Но его все равно, соберитесь, сделайте его. Что тут? Тут небольшие деньги, там подштукатурили. А это остальное подкрасить, наверное, надо. Дом номер 17 по улице Севастопольской отремонтируют уже к 9 мая. А вот владельца этой территории, которая находится в непосредственной близости от мемориала, вызовут на разговор в кабинет главы города. Срок действия разрешения на строительство коттеджа на этом участке истек. Тем не менее, собственник обязан содержать территорию в порядке. Теперь за антисанитарию ему будет выписан штраф. Аналогичные меры администрация города примет и к управляющей компании Рео-3. Коммунальщики занимаются в частности обслуживанием дома номер 32 по улице Невской, в том числе и уборкой ее придомовой территории. Но судя по количеству мусора, считают представители администрации, дворники здесь появлялись в последний раз как минимум месяц назад. У руководителя управляющей компании иное мнение. «Полисадник они убирают, вот сегодня убирают. Они границу свою отводят, за что платят домкома, подписываются в такте выполненных работ. Естественно, то, что платят, за то и убирают». Более того, по нормативам, которые действуют на территории курорта, 10-метровую зону от границы придомовой территории обязана убирать именно управляющая компания. Поэтому Рео-3 вряд ли получит лицензию в марте этого года, считает глава города. В ближайшие выходные в завокзальном микрорайоне решено провести генеральную уборку. К 9 мая все улицы этой части города должны быть такими же ухоженными, как и в центре Сочи. Ирина Трусова, телекомпания ФКТ.